Будут ли сохранены льготы? Решится ли проблема с трудоустройством граждан, строительством жилья и школ? Эти темы стали ключевыми в ходе прямой линии главы региона. Игорь Кошин ответил на вопросы жителей округа в рамках прямого радиоэфира. В течение часа Игорь Кошин ответил на 18 вопросов, поступивших в прямой эфир от жителей НАУ. Их волновали проблемы, связанные с трудоустройством, расселением из ветхого и аварийного жилья, строительством новых социальных объектов, жилье для сирот и другие. Звонки поступили из Наринмара, Оксина и Нельминоса. Один из первых дозвонившихся жителей Оксина интересовался, когда в селе пройдет газификация. В прошлом году были завершены изыскания. И в этом году было, кстати, информационное сообщение в наших СМИ. Значит, мой заместитель Сурков Сергей Юрьевич участвовал в работе арктической комиссии. Были представители Газпрома. И они подтвердили, что в этом году мы должны начать физически уже работать. Наша задача, ну то есть та задача, которую должен выполнить Газпром, его дочерняя компания, довести до населенного пункта. Дальше мы должны поставить ГРПшку, сделать разводку по селу. Но к каждому дому граждане самостоятельно будут уже подводить к себе газ. В Ленинском округе в этом году, согласно программе газификации регионов, начнется строительство пяти газопроводов. Объем инвестиций в этом году составит 200 миллионов рублей. Еще один вопрос с оптимизацией чиновников прозвучал от жителя Заполярного района. По словам Юрия Александровича, полномочий у муниципальных образований стало меньше, а штат по-прежнему большой. В меру и в должном объеме сократился Заполярный район, и надо отдать должное и главе Заполярному району Алексею Лениновичу Михееву, и главе администрации Заполярного района Олегу Евгеньевичу Холодову. По городу, ну, это отдельная история, там пока сокращений нет, и город сегодня тратит значительные финансовые ресурсы на собственное содержание. Что касается наших поселений, это местное самоуправление. На самом деле сокращаться должны, и я предложил это сделать главам наших поселений, но решения должны принимать непосредственно депутаты ваших поселений. Еще один вопрос затронул тему здравоохранения. Отсутствие врача-аллерголога стало настоящей проблемой для жительницы Наринмара, страдающей астмой. В Искателе был до Нового года, сейчас и там нет, а в Наринмаре его вообще не было в городе. Вот как-то решить, чтобы наш здрав как-то немножко, ну, вот уделил внимание специалистам такой вот узкой направленности. Пожалуйста, помогите. Игорь Кошин пояснил, что действительно проблема нехватки узких специалистов существует в округе. В окружной больнице, по словам губернатора, большой процент врачей – совместителей. Отсюда возникают многочисленные жалобы и страдает качество обслуживания. Поставлю задачу и главному врачу, и руководителю нашего департамента здравоохранения с тем, чтобы приложили все усилия и поработали вопрос по приглашению в округ узкого специалиста. Тема социальных льгот тоже прозвучала в прямом эфире. Несмотря на сложности с исполнением бюджета, власти Нинецкого округа не планируют сокращать виды и размеры социальной помощи населению. Никто социальные льготы, те, которые у нас есть на сегодняшний день, отменять не планирует и не собирается. Это первое, что мне хотелось бы сказать. Второе. Мы действительно должны определить принципы, установить принцип адресности и нуждаемости, и определить вот эти критерии нуждаемости. Для этого мы сегодня начинаем общественное обсуждение с тем, чтобы мы все вместе определили эти критерии. Это для вновь устанавливаемых льгот. Глава региона сообщил, что скоро в регионе начнется реализация проекта «Социальная карта жителя НАУ», которая поможет получить широкий спектр социальных услуг пенсионерам, инвалидам и другим гражданам льготных категорий.